Здравствуйте! Сегодня мы с вами свяжем вот такой муаровый узор. Раппорт узора в высоту 6 рядов. Для образца набираем любое четное количество петель и приступаем к вязанию. Вяжем первый ряд раппорта. Кромочную петлю провязываем лицевой и начинаем вязать раппорт по горизонтали. Первую петлю переснимаем с левой спицы на правую, не провязывая. Следующую петлю вяжем лицевой петлей и делаем накид. Затем снятую петлю перебрасываем через провязанную и через накид и отпускаем. Вот мы связали раппорт по горизонтали. Затем повторяем. Первую петлю переснимаем, вторую петлю вяжем лицевой и делаем накид. Затем снятую петлю перебрасываем через провязанную петлю и через накид. Одну петлю переснимаем, вторую вяжем лицевой, делаем накид. Затем снятую петлю перебрасываем через провязанную петлю и через накид. И так будем вязать до конца первого ряда. Второй ряд и все четные ряды будем вязать изнаночными петлями. Первую кромочную вяжем лицевой, а все последующие петли с левой спицы провязываем изнаночными. Итак, изнаночными петлями вяжем до конца ряда. И все последующие четные ряды также будем вязать изнаночными петлями. Третий ряд будем вязать так же, как и первый. Кромочную петлю вяжем лицевой и начинаем вязать рапорт по горизонтали. Первую петлю переснимаем, вторую вяжем лицевой петлей и делаем накид. Затем снятую петлю перебрасываем через провязанную и через накид. Вот мы связали рапорт по горизонтали, затем повторяем. Петлю переснимаем, одна лицевая, накид. Снятую петлю перебрасываем через провязанную и через накид. Одну переснимаем петлю. Следующую петлю вяжем лицевой и делаем накид. Снятую петлю перебрасываем через провязанную и через накид. И так вяжем до конца третьего ряда. Четвертый ряд вяжем все изнаночные петли. Пятый ряд раппорта. Кромочную провязываем лицевой и все петли с левой спицы вяжем также лицевыми петлями. Итак, лицевыми петлями вяжем до конца пятого ряда. Шестой ряд вяжем все изнаночные петли. Довязав шестой ряд, мы связали весь раппорт узора. Седьмой ряд начинаем вязать с первого ряда. Вот такой муаровый узор у нас получился.